Учащиеся средней школы номер 16 побороли за звание лучшего театрального коллектива на фестивале Аркад. Юные актеры взяли второе место среди 12 команд. Жлобин уже несколько лет подряд собирает любительские трупы со всей Гомельской области. Особенность театрального конкурса состоит в том, что учащиеся ставят настоящие яркие спектакли на иностранных языках. Такой результат, который мы имеем сегодня, это, конечно же, общая работа большого коллектива, безусловно. Это костюмер, который нам пошил шикарные костюмы, которые все отмечают. Это декораторы, которые помогали разрисовать наши все декорации, сделать. И, безусловно, администрация, потому что без поддержки директора нашего, Саламахи Анастасии Сергеевны, ну, наверное, мы не добивались бы таких результатов, потому что все, что нам нужно, все были наши пожелания, все наши видения, все было одобрено и принято с восторгом и с поддержкой большой. Я считаю, что это результат наш очень высокий, потому что мы соревновались с языковыми гимназиями гомельскими. Мы обычная школа, но, тем не менее, представили свой город очень достойно и такой результат привезли в город. Герои нашего сюжета – театральный коллектив «Маски». В нынешнем спектакле участвуют 10 детей и два руководителя – учителя английского языка Галина Андреевна Коре и Наталья Михайловна Блотская. Юные актеры играют на одной сцене уже не первый год. Свой творческий путь начали в седьмом классе. На сегодняшний день ребята заканчивают десятый. В следующем году этому театральному составу будет пять лет, их первый и, судя по горящим глазам, не последний совместный творческий юбилей. От театра я получаю очень много эмоций, я чувствую себя более раскрепощенной, уверенной. Также интересно то, что наш театр на английском языке, и это помогает нам совершенствовать иностранный язык, развивает нашу устную речь, помогает говорить грамотно, произносить правильно слова. В театре я участвую не первый год, и за это время я попробовала много других ролей. Например, в прошлом году я играла главную роль в спектакле «Золушка». В театре мне нравится то, что мы учимся дружить с друг другом, помогать, сопереживать. Также мы изучаем произведения, музыку, традиции, обычаи разных стран. Так как, чтобы хорошо сыграть, нужно тщательно изучить произведения, характер героя, его манеры, то, как он поступает в разных ситуациях. И это все тоже очень интересно. В этот раз в жюри областного фестиваля ребята решили удивить спектаклем «Подвески королевы». Театральная постановка по мотивам романа Александра Дюма «Три мушкетера». Поскольку время спектакля ограничено 15 минут, то из известного всему миру произведения было выбрано несколько сценок. Мозырские актеры играли на английском языке. «Подвески королевы» Я играл кардинала Ришелье, так сказать, главного злодея в этом спектакле. Моя задача заключалась в том, чтобы подставить королеву. К сожалению, она провалилась. Но это все-таки все было по сценарию. Мне всегда очень нравится играть злодея. Не нравится добряков играть, это слишком легко. Было очень интересно. Я попробовал себя в еще одной новой роли. И уже после самого выступления, ну, конечно, было радостно. Все-таки, как-никак, второе место. До этого были третьи места, а сейчас второе. Это, я считаю, большой успех для нас. Я играл в этом театре Д'Артаньяна. Это была одна из главных ролей. Моя задача была, то есть, как мы с моими друзьями, мушкетерами собирались и предотвращали всякие злодеяния. Был роман с подружкой королевы. И в конце театра мушкетеры все-таки смогли вернуть подвески королевы. Театр мне очень понравился. Мы заняли второе место, достойно выступили. Мы соревновались с очень сильными гимназиями. Я рад, что мы заняли место. И это был очень интересный опыт.